всем привет друзья с вами снова красная панда сегодня я хочу посмотреть с вами ролик скандала виталий орехов который называется батя и бесконтактный бой россии 23 так друзья здесь я сделаю небольшой перерыв хочу передать спасибо опять одному пользователю который снова поделился моим вот этим вот роликом вконтакте и за счет чего он опять начал более-менее набирать просмотры не знаю кто это делает спасибо тебе большое очень сильно помогаешь моему каналу спасибо большой друг кем бы ты ни был спасибо все это все спасибо за внимание хотел сначала я сделать точнее я уже сделал реакцию уже записал на гараж да гараж записана была хотел сейчас ей заняться начать и монтировать но тут на тебе такая новость мне вышла пришла пришла такой кроссовер такой нельзя упускать такой упускать ни в коем случае нельзя я решил опубликовать опубликовать говорю сделать реакцию на этом так что с вас пока что лайк комментарии и а да еще хотел сказать если бы не этот ролик я уже сам хотел сделать ну про бесконтактный бой вообще тема очень интересная очень недооценен я сказал я думал если бы нет ролик я бы сделал бы свою другой ролик мы с вами посмотрели про всяких там мастеров типа чехарек или системы нападения в систему боя с топором потом посмотрим за вообще я сначала честно слову думал что люди прикалываются там на полной серьезе работает не здесь курю а чехарек все лайк комментарий репост я начинаю во все времена большой популярностью пользовались боевые искусства ведь каждый стремится к тому чтобы уметь защищать себя сейчас мы все чаще слышим а юфси ммэй поп ммэй и совсем недавно появится фу блин это гадость ввившимся в поп ммэй но это уже не наше дело одним из самых загадочных видов боевых искусств до сих пор считается бесконтактный бой кто то гав а вадим забыл фамилию вадим говорит что это выдумка кто то что секретная методика которую дано познать не каждому. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе. Слово моему коллеге Вячеславу. Здравствуйте. Здравствуйте, а у нас что-то не так сегодня. Да, просто это коллаборация, мы на другом канале, поэтому с нами видео будет Батя Орехов. Я думал, Батя Орехов это вы, ведь ваш орех считается лучшим. Я и думаю, что ты риту, а почему? Ну, сам себе не подлизнул. Нет, в подвале именно этого здание находится. Школа бесконтактного боя, доходя к смерти. М-м-м, серьезно? М-м-м, тут, ой. ...школа бесконтактного боя, дыхание смерти. По словам учеников, для каждого, кто приходит сюда, тренер лично из подвала при помощи методики бесконтактного боя открывает дверь. Давай. Там же фотоэлемент сверху. Давайте проверим. Это невероятно. Блин, ты... Даже еще не начал заниматься, уже работает. Никого нет. Еще одну открыл. Блин, ну... Он нас ждет, пойдем. Ну вот здесь наша школа, дыхание смерти и... И этот... Мастер Шифу. Кстати, Мастер Шифа тоже красная панда. Просто он старенький уже. Существует. Тренер школы бесконтактного боя. Ну, кстати, да, они вот чаще всего, вот эти мастера, там аж-то они так вот выглядят безобразно, как... Я не про то, что Степаныч такой... Стиль одежды, посмотрите. Штаны на пупок. Я про это... Степаныч с большой любовью проводит экскурсию по своему залу. По словам мастера, главный принцип здесь это особое трепетное отношение к каждому ученику. Егорка, не висайся. Трепетно. Вот. А там у нас... Это Егорка, начинающий бесконтактный боец. По словам тренера, пока он еще зеленый. И многие... А все остальные уже синие. ...вокруг него тоже. Я решил записаться в школу бесконтактного боя. Егорка за месяц овладел техникой... ...лицевого... ...лещеловства. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Он шли ему, па-а-а-а-а-а-а-а! Егорка, лищеловство! Потому что испытывал буллинг в школе. И после месяца обучения, честно говоря, я ничего не... Я почувствовал... Я ничего, да? Теперь ты через месяц почувствовал буллинг еще и здесь. Некое головокружение, когда тренер воздействует своей методикой дыхания смерти, но я смог устоять на ногах, я не смог устоять на ногах, самый мощный, наверное, способ воздействия на оппонента, это бесконтактный бой, и лучше его просто не найдете. Единственное, деньги жалко, но это, денег не жалко, ну классно, очень, я вот продолжаю ходить, и буду ходить, наверное, еще полгода похожу, да я пожизненно себе абонемент куплю, и буду ходить, тренер, можно меня не пи***ть? Можно же бесконтактно меня как-то наказать. Открытая тренировка школы бесконтактного боя дыхания смерти начинается с... Например, так вот она и выглядит, ну, вот эти вот, посмотрите, всякие школы бесконтактных боев. Я серьезно говорю, я хотел, думал, посмотреть нарезки, какие-нибудь с вами поговорят, там просто, ну, вот, именно вот так все и происходит. Ну, знаете, когда все это заканчивается? Когда приходит кто-нибудь с улицы, тот, кто не знает, что мастер оказывается бесконтактным боем владеет. Все, сразу все меняется, сразу все идет по-другому. Мастер-класса от тренера Степаныча. Сенсей максимально овладел внутренней энергией и справляется с любым количеством нападающих. Как говорит мастер, самое главное в технике бесконтактного... Дышать. Дышать перегаром. ...боя это смесь мастерства и специальной дыхательной методики. Цартование. Ну, я так и понял. По словам мастера, уникальная дыхательная методика, очень мощное оружие. Для того, чтобы никому не навредить и использовать свои силы лишь на несколько процентов, мастер применяет специальный треникорезиночный блокират. Ха-ха-ха-ха. Стягивая поток воздуха... ...воздуха резинкой треников. Вообще, эта техника основана на том, что... Эээ... Степаныч, выпускник перегарварда. Перегарварда. Типа, Гарвард, перегарвард. Перед боем ставишь перед врагом, как бы зеркало. Зеркало. И враг видит сам себя в зеркало. Сам себя он победить не может, поэтому идет борьба с самим собой. Да, тяжелее всего бороться с самим собой. Силы-то равны. Наша съемочная группа решила опробовать на себе зеркальную технику мастера. Нет, на публике это нельзя демонстрировать, потому что... Это... Секрет. В момент, когда тренер воздействовал своей... Красивый человек. Передо мной по-настоящему появилось зеркало. А тот, кого я там увидел, был сногсшибателен. Я думал, скажут немножко по-другому. он был прекрасен, и я упал от его красоты. Или от его великолепия, что-нибудь такое. Но он тоже хорошо сказал. С легким опозданием и перегаром на тренировку прибыл главный мастер школы бесконтактного Как же я ждал его. Я старший тренер. Получил четвертый пояс при рождении и тебе реносит его на голове. Черный пояс при рождении получил. Ладно, пускай. Обращаться ко мне можно просто сенсей шестого дана второго поколения. Шестого дана второго поколения? Кимоно это накидка, которая девает. Редактор с главным мастером школы бесконтактного боя начинается с особой традиционной церемонии приветствия сенсеев. Блять. Сука, все, сраку. Сейчас я вам буду демонстрировать энергетический волновой прием вихрь. Неоднократно использовался. Штанишки повыше надеть надо. Мне кажется, не получится. Боевых действий, значит. И показал свою эффективность и результативность. Смотрим. Первый и последний раз показываю. Вот в реальном бою на вас нападают. Вы фиксируете оппонента и начинаете его энергетически... Ну вот так вот примерно происходит. Но опять же говорю. Они тут шутят, а там недоподобно серьезно показывают. Как-нибудь если зайдет, посмотрит тоже что-нибудь такое. Там есть подборки всяких смешные. Кручивать, значит. Придаете ему, значит. Ага, вот такое вращение. Отбегаете на безопасное расстояние и... Степаныч, ты что... Боевые зарядишь? Так вместе с тебя по банкам стреляли. Бать, что делать-то? Ничего не делать. Я вызываю скорую. Ты же ничего не видел. Нам свидетели не нужны. Нагрузки на тренировках очень сильные. Именно поэтому... Нагрузки сильные. ...поэтому двое учеников слегка подустали и ушли домой. А мальчики... На вечный отдых они ушли. Мастер приступил к демонстрации других техник бесконтактного боя. По словам сенсея, такой спецудар работает на каждом при помощи специального воздействия на биополе. Однако среди учеников нашелся парень с сильно накачанным биополем. Как говорит сенсей, в таких ситуациях необходимо отдельно размять биополе соперника. И тогда удар сработает. Мы можем видеть энергия Мастер закончилась. Иссяк, бля. Иссяк, бля. Сижу на лифт, приходит, бля. Подыгрывай, бля. Ну да, да. А ты что ты мне тут устраиваешь? Сейчас. Внимание. Собираем. По словам сенсей, настолько энергии много было, что даже после собирания упало. Обучение в школе абсолютно бесплатное. Лишь изредка каждый день здесь проводят сборы денег на штуки. Дворовольные. Мастера утверждают, зал школы, расположенный в подвале, очень нуждается в них. Ну там шторы вообще очень нужны, да. По просьбе нашей съемочной группы тренер продемонстрировал универсал... Вот, вот, чихарек, чихарек. Я вам потом покажу, чихарек, у вас сытись. ...прием, подходящий для самообороны любому человеку. Следующий прием, он, значит, для тех, кто вообще не имеет никакой боевой подготовки, который никогда не занимался никакими единоборствами, значит, только вот его выучите, и больше ничего не надо, то есть вот. Итак, наноси удар. Хоп! Вот мы ловим кулак, да, фиксируем, внимание, фиксируем, и... И дальше уже никаких проблем не будет, потому что вы потеряете сознание, уже не важно, что будет происходить. После падения... Да, там ты уже действительно... Ты и боли не почувствуешь, тебя попинают немножко, и все. ...обходимо войти в сон внутри сна нападавшего на вас, и там победить его. В сон внутри сна, это как Рик и Морти, да, смотрели, когда он вошел в сон к одному человеку, потом в сон к нему, и все, в сон там трес, пятый, наверное, ступень снов они прошли. Как говорит мастер, это секретный прием, по нему Кристофер Нолан снял фильм «Начало», или на... Начало, не смотрел. Оборот я оттуда взял, я не помню. Конец цитаты. Важный элемент техники бесконтактного боя это противостояние человеку с оружием. На вас нападает, значит, человек, который умеет мастерски обращать... Наверное, на самом деле, какой-то нож... Ну, какой-то ножевик, ну, мастер какой-то нашего боя. Сейчас такой застыкает его. На уровне даже ниндзи или самурая, то есть... На уровне, говорит, даже... Даже против такого человека, профессионала, да, мы можем противопоставить, значит, школу дыхания смерти. Первый и последний раз покажем. Смотрим. Как бы Джим Кири был, да? Мне кажется, делал ставку эту. Это же настоящий нож. Не волнуйся, трусишка. Ой, я не знаю, правда. Я не думаю, что готова. Все нормально, давай. Ой, простите, простите. Вот, видите, да? И я вот пупком, получается, уже контролирую полностью его движение. Вот смотрите. Раз. Да. Сейчас как раз и войдет туда. Видите, да? Зафиксировали. Я держу, он получается, не выдерни теперь. Теперь мы берем и... Раз! Это какая глупость. Не, ну... Такое, конечно, не видел, но что-то похоже и показывает такие глупости. Вот, видите, мы выкрутили, и тут уже можно наносить дальше удары. По словам мастера, для того, чтобы овладеть этой техникой, необходимо долгое время раскачивать пупочные мышцы. Тренируясь со специальным тренажером. Пупочные мышцы... Не, ну, кстати, в вакуум, вот есть хорошее упражнение, да? Вот можно так вот делать. ...пупочным катышком-эспандером. Хммм... Это жёсткое теряло. Их можно приобрести у тренера, но не больше одного в неделю. Аху. Тело и дух можно довести просто до... Да я говорю, вот вырезать надо было бы. Ладно, оставим. Фёдорович утверждает, что фильм Рэмбо снят по его биографии. Хмм... Я знаю, что фильм Рэмбо совсем не то, о чём в книге написано. Это я точно знаю, но пока-же не читал. Состояние бронированного танка То есть вот, например, я уже Меня уже ничем, ни пулей не возьмешь Ни ножом не проткнешь Ничем, ни огонь, ни вода Человек вот колобаха пробьет Да, немедлая труба, я везде побывал Значит, все повидал, меня уже Невозможно уничтожить никак Видишь, вот тыкаю, 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 тыкаю Ну нету дырки И все, вот, и парни, зайди сюда Давай, тыкай, тыкай, тыкай Блин, нож такой опасный Кстати, тоже такой Для дайверов такие ножи используют, у меня знакомый Ай, сука, больно, Степаныч Твою мать Кроме боевых бесконтактных методик Мастер владеет огромным количеством Контактных Сенсей может подобрать удар Абсолютно на любой случай жизни Ну задержался на работе и задержался Тебе че, дура Ты че, права купил, хули ты ездить не умеешь Подрезаешь на дороге Премия за сентябрь, где моя Что значит у тебя с 5000 дачи нет На хрена Ну да, на каждый случай жизни прием есть Ты мне маркером на соусе букву М замазал На хера ты уроки поставил 1 сентября, дура После демонстрации лучших боевых методик Ну вот эти танцы, блин Сенсей корректирует расписание тренировок Я вот опять же расскажу Потом, если не забуду, ставки не делаю Этих чехарек Я думал Канал есть в Федерике Как-то там называется Там нарезка вот этих вот фриков всяких Я думал не прикалываться Я серьезно думал, что это просто по приколу Люди снимают Ну чисто, знаешь, как Как сказать-то Типа приколы всякие, глупости Снимают и выкладывают А потом я узнал, что есть его канал Настоящий Там, как называется, не помню Там чехарек Типа, вот он показывает себе вот эту ерунду Ну я зашел на канал Тоже думал, опять же, что он прикалывается Зашел в комментарии А там Ой, это просто Я не знаю, может быть Можно просто тоже приколыться Чувак пишет Там Как его звали-то Владимир там, кажется Владимир, кажется Ну пускай будет Владимир, я не помню А, Виктор, Виктор Пишет такой Виктор Я заметил, что на такой секунде Там, вы Применили прием кокоть орла Вы не боитесь Что этот прием Какой-нибудь Недостойный гражданин Может использовать в своих Коварных целях И убить человека Я просто вот Для понимания Вы просто посмотрите Что он там делает Ну так Забейте чехарек Я даже ссылку оставлю Чтобы вот В описании Чтобы вы понимали Чехарек Что Вообще Вы обоссытесь И вот это вот И люди На полной серьезе Обсуждают Что вот А вы не боитесь Что это такое сделает Что кто-то ваш Прием Применит Там какой-то Это корейская По-моему Что-ли Кун-фу У него Что-то такое Кун-фу На мой взгляд Это Ну я где-то Опять смотрел Роли Там какой-то Рассказывал Что кун-фу В Китае Там кун-фу Винчу Винчу Не есть кун-фу Забыл Как называть Что же С кун-фу Там есть Короче Что-то С кун-фу Тоже какая-то Тема есть Я не помню Китайцы Китайцы Используют Китайские пенсионеры Как зарядку Для них это Как зарядка Просто Они серьезно К этому не относятся После завершения Основной тренировки Сенсеи Расслабляются Играя в бесконтактный Теннис Затем отправляются На индивидуальную Тренировку Для таких занятий У мастеров Есть специальная территория Для медитации На свежем воздухе Это не там Где они Дачу снимали Батя Так называемая Дача Тещи Я предпочитаю Практиковаться Круглосуточно Уединяться С природой И постигать Вот это Все единое Блаженство Значит Воссоединение С природой Что является Глубинной Сутью Здорового Образа Жизни А я что-то Думаю Ну Что-то А это Второй Наш Сенсей Мы в курсе Мы весь день С вами снимаем Вы что На свежем воздухе Мастер Федор Вот эти доски Кстати Опять же Смысл в чем Несли говорят Они подпиленные Они подпиленные Они там все нормально Вот смотрите Вот пенек Доски как делаются Когда Когда делают доски Как делают Их берут Пилят пенек Вдоль Да вот Поволокнут пилят пенек А для соревнований Делают доски Вот так вот Поперек пилят его Поперек И делают из него квадрат И получается Что у него волокна идут Не так вот У доски Вот взять такую доску Что у него волокна идут Не вдоль доски А поперек доски Волокна идут Или немножко По другому делают Доска пилится Таким образом Чтобы при сильном Механическом воздействии Она сломалась Не обязательно ее пилить Ну и про расположение волокон Я сказал немножко не так Не так выразился Волокна располагаются Вот так Как на картинке И ее нужно Ну можно разбить Ударом Там сильно Не надо удар прилагать Вот в чем смысл Опять же на показухах Там некоторые Думают что показуха А она там Доску сломала В полете Грубо говоря Там показывают Что просто можно Сделать сам удар В воздухе Не то что Ты показываешь Что такой сверхчеловек Что он в воздухе Может сбить его А просто что Может сделать сам удар В воздухе Здесь вот А то некоторые Человек повторяет Бутылки об голову Бьют идиоты Это просто посредище Что вам показывают Ну для Конечно бутылки Об голову бить не надо Это глупость Демонстрирует Свои лучшие удары В детстве так делали Маленькие Досчечки брали Ломали тоже Говорит сенсей Он может Любой частью тела С легкостью Сломать Абсолютно любую Заранее подпиленную Доску Вы журналисты любите Это самое Разводить тут понимаешь Ничего мы не подпиливаем Что вы взяли вообще Бросайте тень На доброе имя После демонстрации Лучших ударов Мастера бесконтактного боя Уходят в специальное помещение Ну я сказал да Они не подпиливают доски Там просто доска так сделана Волокно по другому идет Медитации Я же сторожем работаю В этой школе спортивной Ты не переживай Все там Все просчитано до мулеметра Помидоры вон На первый взгляд Может показаться Что сенсей Просто прибухивают Однако как нам удалось Выяснить цель Такой медитации Опустошить бутылки Чтобы после Использовать их В тренировках Раз, два, три Доказав Нашей съемочной группе Что мастера Заняты важным делом Они продолжили медитировать Параллельно обсуждая Планы по закупке Нового спортивного инвентаря Завтра тренировку проведем Мышленный пузырь хватит По словам сенс Сенсей Одним из важнейших Принципов боевых искусств Является внутреннее умиротворение Именно при помощи Медитации Сенсей Полностью Овладевают внутренней энергией В нашей школе Ээээ Спиритил Да так ли ты блять Ученики постигают Не только основу единоборств Но и борются С проявлениями Внешней агрессии Мы обучаем Наших Поступила анонимная жалоба Андрей по закону О нарушении трудового законодательства А так же об избиении Сотрудников Ты что ли стуканул? Мы, говорит Учимся внешне Как там Агрессию сдерживать Свою, да? Борются с проявлениями Внешней агрессии А вот тот самый Помните Банец снимали Вот тот самый Торчал Торец от этого Как это? Бутовка или что это такое? Там дровишки Колол Для того, чтобы наладить Контакт с правоохранителем Вот здесь вот Дроват колол Когда Среднительными органами Сенсей провел экскурсию Для полицейского По уличному филиалу Школы бесконтактного боя Уделив отдельное внимание Комнате боевой медитации Здоровье Слегка помедитировав Сенсейми Полицейский осознал В школе боевых искусств Ничего противозаконного Не происходит Значит никаких Правонарушений нет? Адрес Андрей Позаконов Участковый Заместитель Директор школы Доходя Смерти Ми́тель Это такое Нарушение Нет? Все в рамках закона. У нас статистика. Сука, перед журналю, а? Так он еще и ментарь, что ты подумаешь? Проверка произведена. А это тренировка идет, это ничего такого. Все прекрасно. Наша съемочная группа решила выяснить, откуда финансируется школа бесконтактного боя. Для этого мы отправились к высшему руководству. Что надо? Я вас не звала. Пошли. Это как, это ленешие, да, которые? Вы кто такие? Я вас не звал. Вы кто такие? Я вас не звал. Пошли. Ой, можно свет убрать? Спасибо. Да, очень интенсивно тренируется, только я не понимаю, ну какие шиши. Карту зарплатную я у него отобрала, заначки все нашла. Где он успевает? Он отправил алкоголь. Как натренироваться? Я не понимаю. У него и спросите. Натренировался, блин. Вячеслав отправляюсь смотреть на мастера бесконтактного ремонта специально для... Бесконтактного ремонта, ну да, Владимир, типа. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и дай вам Бог здоровья. А, и на буст. Так, буст, да, хорошая тема. Бусти надо тоже создать будет. Потом, 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 потом. Так, что там интересно будет? Бусти тоже подпишитесь, там полно эксклюзивного контента, бэкстейджи, спойлеров. И Ореши Гёрлз там тоже есть, что немаловажно. Ореши Гёрлз. Ну, оно не сильно, я смог устоять на ногах, я не смог. Это действительно результативно. Но я думаю, кикбоксинг вообще рядом не стоял с этой методикой. Это самая, самая эффективная методика. Наверное, только автомат может... Я как-то не то, чтобы дрался, занимался так вот с кикбоксёром и муай-тай. Парнишка был муай-тай. Я держал макевар там, ну мы друг другу пробивали всякие там по ногам. И я держал кикбоксёра сначала, потом май-тайцу. Блин, май-тай, блин, такой удар у них. Так осушают. Мне ещё в армии один осушал ногу, май-тайец был. Зам, зам, зам. Арам, зам, зам. Замком взвода был, май-тай занимался. Как он и не раздал по ноге, я два дня хромал. Я не помню, что я накосячил. Что-то накосячил. Ну, задел, скажем. Задел, да. Автомат не поможет на самом деле. Потом вы сможете передавать её другому. Я, опять же, это я понимаю, к чему есть отсылка. Это качи мучают эти все. Я далёк от этого. И не хочу даже вникать. Что там, Dungeon Master, Free Hunger Bugs, вот эти все ваши. Все вот эти, ой, все вот эти вот ваши. Я знаю про... Так, постольку, поскольку слышал, видел. Но что они обозначают, терминологию не хочу изучать. Даже неинтересно. Вот этому я их не учил. Это какая-то другая методика. Это какая-то контактная техника. А, я понял. Это же та самая техника. Вид борьбы называется. Я же вам говорил, помните? Кто, кого попурит, тот тобой попурит. Так вот, друзья мои. Вот такая сегодня получилась реакция. Понравилось или нет, пишите. Пишите, да. Обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайки. Да. И поделитесь роликом в своей социальной сети. Также можете канал материально поддержать. Если у вас есть желание. А самое главное, возможность. Да. Ссылочки все вы найдете вон там внизу. Пописайте. Все есть. Все для вас. Все для вас. Так. На этом у меня сегодня все. Будьте клевыми. И всем пока.